Приветствую всех зрителей моего канала, и да, вам не кажется, это не конкурс, это не видео о покупках, это даже не обзор журнала, это продвижение по какой-то вышивке. Для меня это для самой непривычно, честно вам сказать. Меня уже несколько раз спрашивали, забросила ли я вышивать ирисы, забросила ли я вышивать бисером, но на самом деле не забросила. Сегодня у нас будет пятый отчет по ирисам, он же будет, скажем так, предпоследний. Следующий отчет это будет уже видео о готовой работе. Маленькая предыстория, хотя, наверное, давайте сначала я вам покажу, что же, собственно, у меня получилось, историю расскажу потом. Итак, давайте я, вот вы видите, как будет выглядеть вся работа, ну, приблизительный ее масштаб. Давайте я вам покажу, как выглядела моя работа в прошлый раз, когда вы ее видели, в январе этого года. Вот таким образом она выглядела в январе. И вот как моя работа выглядит сейчас. Если вы не успели рассмотреть разницу, я вам скажу, что у меня было вышито ровно по вот эту впадинку. Вот она. Вот так вот у меня было вышито. То есть весь вот этот вот кусок, вот это вот все, я вам покажу это еще поближе все. То есть вот этот вот весь кусок был мной вышит. Я в середине января, да, забросила вышивать эту работу, вышивала пасхальный сюжет и много чего другого. И вернулась к этой работе только в середине апреля. Но так как как раз на вторую половину апреля у меня был намечен переезд, все это очень сильно затянулось. Короче, в общем и целом я вышивала вот это вот продвижение, которое вы видите, 17 дней. Да. То есть 17 дней я притрагивалась к этой работе. Но сказать по правде, львиную долю всего того, что вы сейчас видите, процентов, этак 70, было мной вышито за 3-4 дня. Когда я уже переехала, когда я уже окончательно обустроилась, вошла в какой-то ритм, я неожиданно для самой себя вот один день села и вышила очень большой кусок. Я думаю, многие понимают, что когда ты вышиваешь большую работу, то медленные продвижения они вгоняют в депрессию. То есть ты вроде как вышиваешь-вышиваешь, вроде как много времени уделяешь, а результат не виден. Если ты вышиваешь что-то маленькое, там сразу видно продвижение. Здесь ковыряешь-ковыряешь, ковыряешь-ковыряешь. И я увидела это большое продвижение за один раз, и я так вдохновилась, что на следующий день я опять посидела, и опять большое продвижение. Потом на следующий день опять. И на следующий день я поняла, что мне осталось там совсем чуть-чуть довышивать вам до отчета. Видите, я вот тут вот ровненько вот этот вот, этот лепесток довышивала. И у нас осталось совсем-совсем немножко. Если посмотреть по вот этой вот картинке, вот что у меня вышито, то есть вот с самого низу, и вот так. То есть мне осталось вышить вот этот вот лепесток, вот этот цветок и три вот этих бутончика. То есть следующий отчет у нас уже будет, скажем так, финальный. Я думаю, что я сейчас покажу вам поближе эту работу, и потом уже перекрутим вместе с вами ткань, и выйдет у нас уже, слава богу, последний участок работы. Какое счастье, вышиваю я эту работу уже очень давно, но об этом во всем расскажу поподробнее в финальном видео. А пока что давайте посмотрим на это все поближе. Итак, вот приблизительно отсюда я стартовала. Здесь был совсем небольшой такой зеленый кусочек, и в основном это была зашивка вот этими вот красно-розово-бело-бежевыми цветами бисера. Давайте еще поближе. Красиво, конечно, получается. Вот тут вот светлых было очень много участков. Красиво. Мне, конечно, нравится, как получается, и с моими уже вышитыми розами. Мне кажется, это будет хорошо смотреться. То есть вот как раз сейчас в кадре тот кусок, который мной был вышит за эти 17, а на самом деле за дня 4, скажем так. Ну что, давайте, наверное, сейчас перекрутим ткань и посмотрим, что же мне еще осталось вышивать. И у нас тут вышло солнышко. Можно посмотреть, как это все выглядит на солнце. Посмотрите, какая красота. Конечно, смотреть на бисер на солнышке – это отдельное удовольствие. И выглядит он, конечно, совсем по-другому. Посмотрите, вот этот вот салатовый, какая красота. На солнце, конечно, все это смотрится совсем по-другому, чем просто в тени. Вот можно прям сидеть и любоваться, честно. Особенно вот как выглядит этот вот бисер просто обычный, да, и этот блестящий, получаются такие блестящие прожилочки. И вживую смотрится очень-очень красиво. Ну что, давайте уже перекрутим с вами ткань, а любоваться будем уже потом, чуть погодя, готовой работой, а не таким небольшим кусочком. Итак, ну что, я справилась. Я перетянула это все дело. Конечно, без боковой натяжки вот этой вот было бы очень сложно, потому что за счет отшитого уже вот этого рулона здесь внизу оно наматывается не одинаково, неравномерно, потому что вышивка идет не вот по всей ширине, а вышивка идет только по центру, и получается, что по центру оно натягивается нормально, а края просто висят абсолютно неконтролируемо, поэтому без боковой натяжки тут, мне кажется, было бы не обойтись. И вот мы видим наглядно, что у меня осталось. У меня остался вот этот вот лепесточек, вот этот и вот эти вот три. Вы знаете, меня очень сильно радует тот факт, что вот у меня уже выехала часть работы, и то, что я могу вот лицезреть весь фронт работ, вот это вот все, что нужно будет мне сделать по этой работе, меня это очень-очень сильно радует, я просто не могу поверить своему счастью. Ну что, наверное, без лишних слов я буду приступать к окончанию этой работы. Я не буду даже сейчас предполагать, сколько дней это у меня займет, но, по крайней мере, вы будете знать, что хотя бы в этой моей крупной работе я уже нахожусь на финишной прямой. У меня осталось всего еще три крупных работы, которые у меня начаты, и безграничное количество маленьких, которые я уже поначинала. Ну что поделаешь, потому что постоянно вышивать только крупные работы, и это никакой психики не хватает, по крайней мере, у меня, потому что как раз то, о чем я вам рассказывала, про движение не видно, и это очень расстраивает, когда ты вышиваешь-вышиваешь, а что ты там намышевал, непонятно. Ну что, порадуйтесь за меня! Неужели скоро мы расстанемся с этой работой? И спасибо вам всем за внимание, удачи вам и творческих успехов! Пока!